Александр Третий приказал дать ему список контр-адмиралов, специально плохо говорящих по-французски, чтобы он там поменьше болтал. Его называли миротворцем не только потому, что он умиротворил террористов. Это был признанный авторитет по урегулированию международных споров и конфликтов. Противник твоего противника, твой объективный союзник. Таких темпов развития экономики и промышленности, как при Александре Третьем, не было никогда. В России любят купить товар, попить кофе, заключить сделку, показать себя. Прославленный Сергей Витте, ставший министром финансов Российской империи, начинал работу на железной дороге билетером, уже инженером, потом уже управителем железных дорог и так далее, и так далее. Но это не ссылка на каторгу, это не в цепях на рудники. Это как Владимир Ильич Ленин, Шушенская, с ружьем охотишься, зайчика можно поджарить. Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать. Дорогие друзья, добрый день. Сегодня мы продолжаем с вами рассказ об эпохе Александра Третьего. 13 лет его правления мы называем эпохой. Настолько это важно для понимания прошлого, настоящего и будущего нашей страны. Как обычно, идя навстречу вашим пожеланиям, мы немного растягиваем этот рассказ, поэтому у нас заключительная лекция по Александру будет еще одна. Я постараюсь отделить рассказ о внешней политике, военных реформах Александра от рассказа о нем, как о человеке. Об этом мы в большей степени поговорим в следующий раз. Закончили мы на том, что террористическая активность сходит на нет. Александру удается разными методами придавить вот этих все народовольческие, бандитские и прочие, ну нет других слов у меня просто, назвать движение озабоченных и возбужденных молодых людей, которые хотят вот так вот сделать жизнь лучше, вот так вот ничего не получается, всегда только хуже. Как это ему удалось сделать? Понимаете, не только методом закручивания гаек, не только введением цензуры, наведением порядка в университетах, ограничением способов попасть в представительные органы власти, в этом, кстати, ничего хорошего не было. На самом деле это дало краткосрочный эффект, а на будущее только хуже от этого стало. Нет, не в этом дело. Дело в том, что Александр Третий провел настолько замечательную экономическую политику, его правительство оказалось настолько, по сути, либеральным в части экономики и финансов, дало такой невероятный толчок к развитию российской промышленности, сельского хозяйства, банковского дела, страхового дела, торговли, внешней торговли, что у людей инициативных, у людей пассионарных, у людей, у которых шило в одном месте торчит, хочется что-то сделать. Появилась масса возможностей проявить себя, помимо того, чтобы идти и митинговать на улице. И в этом отношении, ну не просто либерально, я назову это супермодернизаторская политика правительства Александра Третьего, на мой взгляд, и стала реальной причиной сведения в ноль революционного движения в стране. Людям было чем заняться. Что же происходило? Во-первых, начнем с того, что каким бы он ни был консерватором, Александр Третий, в политике. Какие бы победоносцевы и катковы не окружали его, как мы сейчас говорим, в духовном смысле. В плане экономики это был человек, преисполненный самых простых и понятных здравых идей. И об этом говорят те люди, которые делали экономику страны вместе с Александром. Вот смотрим на министра финансов. Бунге Николай, бывший его преподаватель экономики, кстати сказать, при нем создаются целая сеть банков, которые дают кредиты как крестьянам, так и дворянам. Крестьянам на бизнес, на ведение сельского хозяйства, дворянам на инвестиции в свои имения, на покупку предприятий, на превращение своих сельхозяйственных владений в современное сельхозпроизводство. Следующий за ним министр финансов. Бунге с нерусской фамилией поменяли по требованию патриотов со временем на человека с русской, но он проводил такую же точно прогрессивную политику. Третьим был опять совсем не русский Витте, железнодорожный инженер, но Витте вообще глыба в истории экономики России, мы о нем поговорим отдельно. Самое главное, что вот эта прогрессивная финансово-экономическая политика двигалась на протяжении всего царствования Александра Третьего, а это позволяет России сделать мощный экономический рывок. Темпы развития экономики при Александре Третьем самые высокие в истории нашей страны. Формально, статистически, были чуть выше при его сыне Николае, но Николай просто оседлал вот эту волну, оседлал невероятную инерцию экономического роста, которую задал Александр Третьим. Впоследствии, вы не поверите, но ни в годы индустриализации, ни коллективизации, послевоенные годы, таких темпов развития экономики и промышленности, как при Александре Третьем, не было никогда. При этом, я обращаю ваше внимание, никакого принудительного труда, сейчас я вызову на себя гнев коммунистов, никакого ГУЛАГа, дорогие мои, никакой параллельной экономики с помощью заключенных, никакого Беломорканала в два года, только свободный труд свободных людей, мотивированный труд. Именно тогда и были заложены основы экономического могущества России. В основе что было? Сочетание, да, государственной поддержки, государственного протекционизма с максимальной поддержкой бизнеса. То есть бизнес чувствовал себя при Александре Третьем совершенно свободным. Каков он консерватор в политике? Такой же он был либерал в экономике. Более того, всячески поощрялось и развитие отечественного предпринимательства, и привлечение иностранных инвестиций. То есть здравый смысл, не надо говорить, мы только своих поддерживаем. Мы не пустим иностранцев в нашу жизнь. Нам не нужны эти иностранные кредиты. Нам не нужны эти Нобели, которые будут строить у нас нефтяные заводы. Да нет, пожалуйста. Все, что дает рабочие места, все, что создает новую стоимость, все, что создает на пустом месте новые современные предприятия. Россия за годы Александра Третьего стала крупнейшим в мире экспортером сельхозпродукции. Причем, если раньше это было традиционно только зерно, которое экспортировала дворянская Россия, и лес, то теперь это номер один по экспорту льна, по экспорту сахара, по экспорту масла, например. Вот тогда же появляются бренды «Вологодское масло», «Курганское масло». Я в свое время избирался депутатом Государственной Думы от Курганской области. Это сегодня, к сожалению, большому один из самых небогатых, низко обеспеченных регионов нашей страны. В те годы это было не так. Это Южный Урал. Посмотрите на карте. В Курганской области никогда не было крепостного права. Поэтому развивалось активно фермерское хозяйство, небольшие производства, и в первую очередь производство сельхозпродукции. Курганское масло поставлялось ко двору английской королевы, поставлялось во все лучшие дома Европы. Для того, чтобы понять уровень благосостояния, кулачества, фермерства, достаточно посмотреть было на курганские храмы и церкви. Почему? Хозяйства большие, земельные угодья владения у крестьян большие, крестьянские семьи владеют сотнями гектар земли и огромными животноводческими хозяйствами. По численности населения села некрупные, пространство огромное. Поэтому иногда для села строили маленькую церковь. А поскольку как-то хочется красивого, хочется большого, а деньги есть, то несколько сел, несколько крупных хозяйств сбрасывались и строили храмы в поле на перекрестке дорог между разными селами. Ну, чтобы, например, на воскресную службу можно было, ну, там где-то в пределах часа доехать из своего села. И вот на перекрестке дорог в поле стоят храмы. Сейчас они заброшены. Они выглядят, как какие-то памятники другой цивилизации. Огромные, красивые соборы, построенные где-то там на Южном Урале. Господдержки же не было никакой. Никто из бюджета РПЦ не финансировал. Это просто хозяйство. Фермеры сбрасывались. Вот вам результат свободного труда, основы которого, безусловно, были заложены реформами отца Александра Второго и максимальным покровительством свободному предпринимательству в годы Александра Третьего. Развитие топливоэнергетического комплекса. Россия первый в мире производитель и экспортер угля. Россия первый в мире поставщик керосина. Потому что продажа сырой нефти за рубеж запрещена. Мы сегодня до этого дойти не можем. Зачем продавать сырую нефть? Это дешево. Надо перерабатывать нефть в керосин и продавать дорогой продукт. Поэтому Россия главный поставщик керосина. Сейчас бы это был бензин. Россия – место, где изобретается крекинг нефти. Наши нефтяные промыслы, в первую очередь, бакинские месторождения. Это самые передовые нефтехимические предприятия в мире на тот период. Принадлежащие международным концернам. Главную скрипку там играют Нобили. То есть Нобили там не только на динамите деньги зарабатывали. Но и на российской нефти. Ну а что, собственно, в этом плохого? Они развивают нашу промышленность. Они дают места. Они платят огромные налоги. Там нет забастовок. Потому что у Нобили рабочие поселки. Нормальные условия жизни. Действуют рабочие союзы. Решаются как-то там вопросы на месте. Сталину и товарищам было нелегко вести агитацию на бакинских промыслах. Потому что что им бунтовать? У них все нормально. У них врач приходит, диспенсеризацию проводит в семьях. Даже сегодня, если мы посмотрим с вами на архитектуру. Сохранились, слава богу, проекты рабочих поселков на заводах Нобеля. Есть чему позавидовать, дорогие мои. Торговля. Времена вот этих сорочинских ярмарок нижегородских. Про Александр и Третьим сходят на нет. Все. Торговля начинает осуществляться по телеграфу. Это огромные оптово-торговые компании. Если мы ведем речь с вами о рознице, то это современные шоппинг-моллы. Только невероятной красоты, а не вот эти вот икеишные конструкторы. Посмотрите, времена Александра Третьего, комплекс зданий в центре Москвы, это ГУМ, это Петровский пассаж, это пассажи в Петербурге, это пассажи в других крупных городах империи, это произведения архитектурного искусства. Вместо розничных магазинов и центров подобного уровня на пальцах одной руки посчитать в Европе. А в России любят купить товар, попить кофе, заключить сделку, показать себя. Сегодня, когда мы рассказываем с вами о дубайских шоппинг-моллах, мы забываем о том, что первые и лучшие из них были построены у нас в России во времена Александра Третьего. Александр Третьего – это развитие банков массово, это развитие торгово-промышленных синдикатов, огромных компаний, такие как Синдикат Путиловские заводы, например. Это появление целых новых промышленных районов в Москве. У нас на слуху сегодня Донецк. Что такое Донецк, я вам расскажу. Донецк – это детище сверхэнергичного американского металлургоинвестора по фамилии Хьюз. Хьюз, он же Юз в российском произношении. Человек, создавший металлургическую промышленность в этом районе, построивший город, предприятие полного цикла от добычи руды, переработки, выплавки стали и изготовления рельсов для железных дорог из этого металла. Он создает город Юзовка, современный Донецк. Промышленное производство в целом при Александре III и последние годы, мы возьмем с вами его отца, у нас есть статистика. Промышленное производство за эти годы в Англии, Франции, ведущих державах Европы растет в два раза. В самой передовой продвинутой индустриальной державе мира на тот момент, Германии, в пять раз. В Российской империи в семь раз. Это самая быстрорастущая промышленная держава. Да, можно сказать, что начинали с низкого старта, но тем не менее, с низкого старта и начинать-то сложнее. Посмотрите на тех людей, которые создавали нашу промышленность, создавали нашу экономику. Они совершенно разные. Путилов. Династия Путиловых, она, по-моему, начинается нам чуть ли не с крепостных крестьян в свое время, начало XIX века. При уже Александре II Путилов, работая где-то чиновником в правительстве, берет кредиты государству, на эти кредиты начинает строить металлургические заводы, а его дети превращают первые путиловские заводы в грандиозный синдикат, в целую империю номер один промышленную в Европе. При этом они владеют и строят не только объединение путиловских заводов, но и действующий поныне Санкт-Петербургский морской порт. Князь Тенищев или Тенищев, я не случайно вспомнил о нем, потому что мы в свое время Министерство культуры помогали восстанавливать музей в центре Смоленска. Музей был создан на базе художественной коллекции жены Тенищева, а сам князь Тенищев, откуда капиталы, совершенно новые деньги. Он едет учиться в Германию, будучи русским аристократом, учится на инженера, затем возвращается, строит сначала маленький завод на свои деньги, потом больше завод, больше, больше. Потом у него появляется целый металлургический сталелитейный концерн. Он создает самое лучшее промышленное училище в стране, самое передовое. Ну и, конечно, супруга его, крупный меценат, поддерживает художников, поддерживает искусство. Во времена именно Александра II и особенно Александра III становятся модным и престижным поддерживать искусство, поддерживать культуру. Мы об этом в следующий раз поговорим подробно. Этот тренд задаст сам император Александра, который, наверное, был главным меценатом, главным сподвижником русского искусства того времени. Ведь посмотрите, какие фамилии. Бахрушины, Третьяковы, бумажные магнаты, создатели главного музея изобразительного искусства в нашей стране. Поднявшиеся из низов Мамонтовы, главные спонсоры русской оперы, Солдатенковы, невероятные, конечно, невероятного фантастического вкуса и, наверное, какого-то праведчества Щукина-Морозов, текстильные магнаты. Они чувствовали цвет, они чувствовали, как этот цвет будет играть на материи, поддерживали куложников и российских, и французских импрессионистов, которые тогда были не в тренде совсем. Но именно их коллекция сегодня, коллекция Щукина и Морозова, слава богу, они у нас. Они в России, в Эрмитаже, в Пушкинском музее. Это самые дорогие художественные коллекции на планете. Абрикосовые производители сладостей, чайные магнаты, выросшие из простой лавочки. Была лавочка, которая торговала сладостями. Появились сахарные фабрики кондитерские. Гучковы, текстильные магнаты из крестьян. Да, было много пены, было много тех, кто, заработав денег на государственных подрядах, проматывали свои состояния, уезжали в Ниццу. Но были и все те, кто оставался, создавали поколение предпринимателей, династии предпринимателей. И строили нашу экономику. В поле нового рассвета при Александре достигнет железнодорожное строительство. Причем одновременно с США. Самые высокие темпы строительства железных дорог в мире тогда это Соединенные Штаты, Канада и Российская империя. При Александре строится в среднем почти тысяча километров железнодорожных путей в год. Кому не лень, залезьте в интернет и посмотрите. Все профессиональные железнодорожники, я, поскольку тоже из семьи железнодорожников, поэтому тоже воспринимаю это немного лично, разрыдаются, узнав, сколько строилось километров железнодорожных путей за последние 30 лет в России. При Александре тысяча, почти тысяча километров в год. Знаете, мне сегодня, честно говоря, просто противно слушать, когда отдельные наши экономические и финансовые гении начинают рассуждать о том, а надо ли строить скоростную дорогу, как предлагает президент, в Казань, затем в Екатеринбург, надо ли нам усиливать БАМ, не является ли это лишними инвестициями, надо ли нам строить вторую параллельную ветку в Китай. Это люди, которые не только, на мой взгляд, не знают, не любят и не понимают нашу страну, это люди, которые совершенно не понимают и не представляют историю. Они не понимают, что в условиях нашего климата железная дорога не просто способ связать страну воедино. А тогда при Александре Третьем спланировали и разработали Транссиб, закончили это уже при Николае, как стяжку страны, как соединение Дальнего Востока. Без Транссиба мы бы его уже потеряли сегодня. Как стяжку нашей страны воедино. Это ведь и колоссальная инфраструктурная инвестиция. Железная дорога дает возможность параллельно развивать производство металла, машин, механизмом, способствовать подъему тяжелой промышленности. Более того, в условиях нашего климата это самая дешевая в содержании дорога и самая экономически эффективная в эксплуатации. Железная перевозка по хорошо налажившей дороге всегда кратно дешевле любого другого способа доставки грузов и людей. При Александре Третьем протяженность железных дорог увеличилась примерно на 50%. При этом, если до него железнодорожные дороги они такие лоскутные, они принадлежат кусочками разным частным компаниям, то государство начинает постепенно выкупать железные дороги, создавая единую мощную железнодорожную сеть. В 885 году вводится общий устав российских железных дорог. Спустя несколько лет единые тарифы на железнодорожные перевозки. Все это ведет к тому, что, чего нет в Америке, кстати, до сих пор и в Европе, железная дорога становится единой системой. Это нам позволяет обеспечивать единые нормативы и стандарты эксплуатации и, самое главное, безукоризненную точность наших железных дорог. Кто ездил на железных дорогах в Европе, со мной согласится, нигде и никогда поезда не приходят вовремя. Только в России. Во Франции опоздание... Вот там смотришь на таблошинодорожную. Поезд, приходящий вовремя, это исключение. А так, плюс-минус, час-два. У нас такое может бывать в аэропорту. Как во всем мире такое бывает. На железных дорогах никогда. Наши машинисты, обратите внимание, на подъезде к вокзалу специально сбрасывают скорость, чтобы, не дай бог, не прийти на пару минут раньше. Только минута в минуту, секунда в секунду. И стало так не потому, что Каганович расстреливал машинистов, руководя железными дорогами. Нет. Не потому, что все боялись ГУЛАГа. Стало так потому, что создано со времен Александра Третьего и успешно Советским Союзом далее развивалось. И сейчас наши железнодорожники эту систему поддерживают. Единые сетевые правила, единые стандарты. И одна система. Почему так эмоционально говорю об инвестиции к дороге? Потому что, как и многие из вас, недавно ездил на машине в Петербург. Получие дороги в нашей стране. Наверное, одной из лучших дорог, все-таки платных, по меньшей мере, такого масштаба в Европе. Это платная трасса Москва-Петербург. И вот я ехал по этой идеальной дороге, современной, и вспоминал, вот лет 10, что ли, назад, 15, а сколько было шума вокруг этого, сколько было разговоров. Лишние деньги, ненужные инвестиции, лучше раздайте пенсионерам. Целое движение «Сохраним Химкинский лес». С чем там пострадал Химкинский лес? Кому он стал поперек? Есть у нас сейчас и Химкинский лес, и слава богу, в государстве деньги на пенсии. И есть лучшая дорога в стране. И таких дорог должно быть намного больше. А вот это вот, прости господи, чувырлы, которые на иностранные гранты, какое-то там движение за Химкинский лес, Грета Тунберг, недоделанное, поднимало. Вы так поинтересуйтесь, где она находится сейчас? На те же иностранные гранты проживают в эмиграции. А дорога есть. Поэтому надо строить железные дороги. И до Казани, и до Екатеринбурга, и на Дальний Восток, и в Сибирь. И делать так, как завещало нам правительство Александра Третьего. В этом будущее России. Кстати сказать, тот самый памятник, который я упоминал в прошлом нашем рассказе Александру Третьему у Николаевского вокзала, нынешнего Московского вокзала в Петербурге, был там установлен не случайно. Там памятник стоял не императору, а памятник стоял создателю Транссиба Александру Третьему. Поэтому, напротив вокзала, памятник строителю дорог, тогда это называлось Великого Сибирского пути. Кстати сказать, железнодорожная отрасль поднимала немало у нас людей невероятно талантливых и энергичных. Я буквально в двух словах расскажу об одном из них. Надеюсь, найдет свою фотографию. Это настоящий князь Рюрикович Михаил Иванович Хилков, министр путей сообщения той поры. Послужив некоторое время, как подобает князю в гвардии, Михаил Иванович решил заняться железными дорогами. Понять эту систему с самых низов. Знаете, как сложно быть хозяином ресторана, эффективным, если ты не поработал либо официантом, либо поваром, не понимаешь, как это работает снизу, на чем у тебя могут украсть. Так же рассуждал и князь Хилков. Поэтому он поехал в Соединенные Штаты Америки, лидера тогдашнего железнодорожного строительства, и устроился на строительство какой-то там очередной транс-атластической дороги обычным рабочим, рядовым. Но рабочим он пробыл недолго, быстро сделал там хорошую карьеру, поднялся, можно сказать, на наемной работе до определенных инженерно-административных высот. После чего перебрался в Британию, где устроился, опять же, слесарем на завод по выпуску паровозов. Важно было ему понять не только рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, но и принципы, как строить правильные паровозы поезда. Поработал на заводе, доростом до инженерных должностей. Только после этого вернулся в Россию и стал подрядчиком по строительству железных дорог. И уже построив несколько тысяч километров железных дорог в качестве подрядчика, перешел на государственную службу и стал министром путей сообщения, то есть отвечающим за все дороги в стране. Как вы понимаете, это был очень и очень компетентный человек. Людей с такой биографией, наверное, сегодня у нас непросто встретить. Но это была общая практика в те времена. Прославленный Сергей Витте, ставший министром финансов Российской империи, начинал работу на железной дороге билетером в билетной кассе, потом уже инженером, потом уже управителем железных дорог и так далее, и так далее. Развивалась не только промышленность, развивалось и сельское хозяйство. Крестьяне, как я вам сказал, получили возможность брать дешевые кредиты. Было много попыток поддерживать крестьян. Поддерживались и дворянские хозяйства. Не все были такими бездельниками из Вишневого сада. Те дворяне, которые хотели работать, хотели развивать свои поместья, создавать из них современные сельхозпредприятия, могли обратиться в дворянский банк, взять в твердом русском золотом рубле кредит под три с половиной годовых, получить курдит на закупку сельхозтехники, поучиться. И тогда эти дворяне превращались в эффективных собственников. Кстати сказать, мы вот как-то живем в иллюзиях, что земля принадлежала дворянству. Это не так. К окончанию царствования Александра Третьего дворянам принадлежало только 15% сельхозяйственных земель. 85% было у крестьянства, то бишь у фермерства. Земельных агропромышленных комплексов, как сегодня, монополистов не существовало. Сельское хозяйство было уделом главным образом мелкого и среднего собственника. Практически беспроцентный сельхозяйственный кредит на приобретение земли, на приобретение семян, на приобретение оборудования. Это реалии агропрома времен Александра Третьего. Первые русские фермеры собирались на сельхозконференции научно-практические, обменивались опытом, какие лучше использовать технологии, какие семена, какую технику покупать. Что-то закупали в складчину, образуя неформальные сельхозкооперативы. Не сверху насаждали колхозы. Снизу шли. Некоторые даже ездили за границу, обучались там. В основе лежала частная инициатива, разумная господдержка. Вот еще сравнивая то, в каких направлениях и как при господдержке развивалось сельхозяйство тогда и во что-то выродилось. Какие сумасшедшие рывки потом после революции. Просто два разных мира. К числу очень грамотных мер, которые были предприняты Минфинами Александровской поры, жесткая и очень грамотно сделанная винная монополия. 25% государственного бюджета наполнялось разными формами акцизов, которые платили продавцы и реализаторы алкогольной продукции. Россия, как я сказал, становится привлекательным центром инвестиций. Начинается активный ввоз иностранного капитала, что, опять же, выгодно для экономики. От помянутого мной создателя Донецкого промышленного региона Хьюза до Нобелей строятся современные заводы, фабрики, проводится энергичная политика по привлечению финансового капитала в российскую промышленность. Главным инвестором из иностранных государств становится французский капитал. Во Франции очень много мертвых денег на тот момент. Там огромное количество рантье, которые держат свои деньги в банках под очень небольшой процент. И вот уже французские банки сужают этими деньгами предприниматели, сужают российскую экономику. Таким образом, Франция становится одним из крупнейших инвесторов в российскую промышленность. Примерно так же, как, например, Соединенные Штаты инвестировали в китайскую промышленность за протяжение последних нескольких десятилетий. При этом проводится еще очень внятная политика торгового протекционизма, суть которой очень проста. Все, что производится в России, должно поддерживаться. А ввозить мы должны только то, что в России пока что не производится. Если ввозятся конкурирующие товары, они облагаются высокими импортными пошлинами. Таким образом, вместо вывоза сырья у нас начинает преобладать вывоз промышленных товаров, большое положительное сальдо внешней торговли. Это ведет к накоплению большого золотого запаса в Российской империи. То есть, по сути, это прообраза фонда национального благосостояния. И это создает почву для введения твердой валюты, для введения золотого рубля. Не просто конвертируемого, не просто крепкой, но одной из самых престижных валют в мире. Я рекомендую вам пересмотреть старый фильм, по-моему, 90-х годов российский. Называется «Сны» с Олегом Басилашвили. Сюжет там такой, что видны сановник Российской империи, граф, министр и так далее, которого играет Олег Басилашвили. У него странное психическое расстройство. Он во сне видит будущее. Примерно плюс 100 лет приблизительно. И в этом будущем он, граф, министр и прочее, оказывается то ли бомжом, не помню, честно говоря, кем. Где-то он там обитает при Белорусском вокзале в Москве. Сон тут у него повторяется, постоянно повторяется. Действие происходит в России в начале 90-х, в самые сложные годы. И вот как-то уже не выдержав, герой Олега Басилашвили выступает на заседании комитета министров в присутствии государя-императора. И говорит, государь, надо проводить демократические реформы, как-то надо постепенно гайки откручивать. Так с экономикой у нас вроде все нормально, нужно давать политические свободы, потому что иначе все это взорвется, народ будет требовать свобод снизу, приведет это к революции, и дальше все рухнет. Вы даже не представляете себе, что будет в России, если мы пойдем по такому сценарию спустя столетия. А что будет, все интересуются, глядя немного с подозрением на полусумасшедшего графа. Так вы даже не представляете себе, нищета, полный разгром экономики, самая престижная профессия в стране будет валютная проститутка. Это вызывает оживление у сановников, говорит. Проститутка, это понятно, падшая женщина, а почему валютная? Потому что она только за валюту будет оказывать свои услуги. Почему же не за рубли? С изумлением интересуется министр финансов. Рубли, говорит, будут называть деревянными, никто их не будет принимать к оплате, требовать будут только эти, как их пытается вспомнить граф. Но эти, говорит, доллары, этих североамериканских штатов. Так что вот такая перспектива оказалась экономическим чиновникам времен Александра Третьего совершенно фантастической. Госбюджет империи за 13 лет правления Александра Третьего удваивается. Практически никакой инфляции. В твердом золотом рубле. Кстати сказать, когда мы обсуждали с вами внутреннюю политику, тоже надо подходить к трое за границей, почему-то считали у нас очень жесткой, чуть ли не царством кнута цепей, Сибирь, ссылка и так далее. На самом деле действовали довольно мягкие законы. Россия была на тот момент единственной крупной страной в мире, а может быть даже единственной в мире, где смертная казнь де-факто была отменена. Причем отменена и не применялась по сути со времен императрицы Елизаветы Петровны для всех преступлений, судимых общими судами. Оставалась она только для военных преступников в военных судах и для высших государственных преступлений. За весь период царствования императора Александра Третьего, кроме участников убийства его отца 1 марта, это была, кстати, последняя публичная казнь в истории России, для понимания во Франции публичная казнь последняя, это, по-моему, середина 20 века. А кто забыл в Соединенных Штатах публичные казни проходят по сей день. Удовольствие посмотреть на электрический стул никто американских свободных граждан не отнимал. Помимо казни этих убийц первомартовцев было казнено еще несколько потенциальных царей убийц, включая Александра Ульянова. Собственно, и все. Основной мерой наказания являлась административная ссылка. Но это не ссылка на каторгу. Это не в цепях на рудники. Это как Владимир Ильич Ленин шушенская с ружьем охотишься, зайчика можно поджарить. А людям малообеспеченным государство еще выплачивало стипендию, чтобы не бедствовали. Таковы были нравы. Русский суд, хотя и несколько ужесточился при Александре Третьем, но тем не менее он был основан на судебных уставах 1864 года. А это был самый гуманный и самый независимый на тот момент суд в мире. По-прежнему самое широкое обеспечение прав защиты. Александра Третьего называют весьма несправедливо. Автором политики России для русских это, конечно, было не так. Действительно, государь уделял много внимания модности на русскость. Был введен русский стиль одежды. Это был первый царь, который вообще бороду носил после Петра Первого, который всячески подчеркивал свою глубокую русскую такую истинность. Хотя впоследствии недоброжелатели любили посчитать сколько там процентов русской крови было в Александре Третьем, но это не имело никакого значения. Мы же русские не по крови, мы русские по культуре, по духу, по сути. Поэтому это было глубоко национальное царствование. И, конечно, отчасти политика Александра предполагала дальнейшую поэтапную русификацию страны, сведение ее от многонациональной державы постепенно к такому единому плавильному котлу народов на основании русского народа как системообразующего. Местами это удавалось, местами была масса перегибов, неудач и излишеств в этом отношении. Можно привести пример. Пока финны жили там отдельно, никто их не трогал по принципу не платить и не служить. Все налоги остаются в Финляндии, в армии они не служат. Они были очень лояльны. По мере усиления такой довольно местами неуклюжей политики русификации в Финляндии стали появляться протесты. Можно сказать, что политика русификации в части Финляндии была не самой удачной. То же самое касалось и еврейского населения. Мы говорим с вами о еврейской черте оседлости, действовавшей уже долгое время, и о некоторых ограничениях, которые касались еврейского населения в Российской империи. Это не очень корректно. На самом деле у евреев никаких ограничений не было. Ограничения касались только тех, кто открыто придерживался иудейского вероисповедания. То есть только у иудеев. Ведь русский это православное, а если ты православный, то ты русский автоматически. Черта оседлости, процентные полуформальные ограничения при приеме в гимназии и университете. Это все касалось только иудеев. Если ты принимал любую из христианских конфессий, не обязательно православие, католичество, любую из форм протестантизма, все эти ограничения отменялись автоматически. Можно было, оставаясь иудеем, тоже выйти за черту оседлости, но для этого надо было или добиться определенных коммерческих успехов и стать купцом определенной гильдии, когда с тебя снимались любые ограничения, или получить высшее образование, оставаясь иудеем, но тут могли помешать квоты, могли помешать, не обязательно мешали, или пойти на воинскую службу. Иудеи идти на воинскую службу не хотели, придерживались своих старых традиций, поэтому, к сожалению, тоже, на мой взгляд, избыточные ограничения, касавшиеся вовлечения еврейской молодежи в общественную и коммерческую жизнь, в конечном счете получили большой негативный эффект. Наиболее активные, инициативные, пассионарные молодые люди из числа иудеев или находили себя в бизнесе, эмигрировав в Соединенные Штаты Америки, основали много замечательных промышленных, банковских, коммерческих фамилий, или же входили в революционное движение, что было, в общем-то, еще опаснее, еще хуже для империи. То же самое касается Прибалтики. В Прибалтике, которая всегда была опорой империи, русификация шла с перегибом, пользы единства империи это не добавляло. Числу неудачных, на мой взгляд, решений правительства Александра также являлось навязывание богословского образования в младшей школе. Церковно-приходские школы, как я говорил, они были переданы при Александре из ведомства земств и общего образования ведомства Священного Синода, и хотя их стало намного больше, что хорошо, и хотя число учащихся в них увеличилось кратно, что хорошо, у них существенно поменялась программа, стало сильно больше закона Божьего, а все, что навязывается, все никому не нравится. Это зубрежка церковных книг, зубрежка Библии в ущерб математике, в ущерб языку, в ущерб тем предметам, которые могли подготовить школьника для продолжения образования в реальном училище либо в гимназии, никакой пользы для страны это не имело. И как мы видим с вами, я каждый раз говорю, сколько бы нам не навязывали закон Божий, сколько бы не заставляли ходить в храм на исповедь и причастие, в 18-м году жгли церкви, обдирали иконы, убивали священников. К сожалению, большому истинной духовности крестьянство это никак не добавляло. Из хорошего, несмотря на ограничение студенческого и университетского самоуправления, которое проводило Министерство просвещения и в целом правительство Александра Третьего, тем не менее, образование и наука развивались самыми, что ни на есть, семимильными шагами. Гуманитарку, как бы сейчас сказали, философию, политологию государство старалось попридержать, зато уделяло самое искреннее внимание финансированию технических и естественных наук. Во-первых, открылось два новых университета, это Харьковский политехнический и Томский университет. Увеличилось финансирование Академии наук, увеличилось число академиков. Впервые в Академию наук немыслимое вообще дело для Европы того времени избрали женщину-математику Софью Ковалевскую. Развивались медицинские институты, медицинские исследовательские центры, лаборатории. Был создан институт экспериментальной медицины, где сумели победить колоссальную напасть того времени. Бешенство по старовской технологии. Направлялись большие средства на поддержку научно-исследовательских центров в университетах, строились новые лаборатории, создавались новые научные сообщества. Вообще заниматься наукой было модно. Мы сегодня имеем с вами только гуманитарные общества, российско-историческое, российское, военно-историческое, географическое. А тогда работали российское физическое общество, астрономическое, химическое, техническое. Таких обществ, которые объединяли ученых, энтузиастов, исследователей, были сотни. Время Александра Третьего — это время наших великих ученых, это время Менделеева, это время создателя радио Попова, это время великого физиолога Павлова, это время Темирязева, это время подлинного расцвета науки и культуры. Самое главное, растущая промышленность и экономика создавала естественный запрос на развитие науки. Ну еще буквально несколько слов о внешней политике и военной реформе Александра Третьего. Его называли миротворцем не только потому, что он умиротворил террористов, не только потому, что Россия практически не воевала эти 13 лет. Он был миротворцем и за внешнюю политику. Это был признанный авторитет по урегулированию международных споров и конфликтов. Нередко европейская держава обращались к Александру Третьему за посредническими услугами, за помощью в решении тех либо иных назревающих европейских конфликтов. Вообще в части внешней политики это предельный реалист, полагающий, что вмешательство в европейские дела дело неблагодарное, никакого рыцарского романтизма, как у Николая Первого и Александра Первого не было и в помине, только национальные интересы, никаких избыточных иллюзий, никакой приверженности общечеловеческим ценностям, никаких избыточных союзнических обязательств. Главное направление внешней политики Александра постепенное сближение с Францией. Русско-французский союз, инициирован Александром Третьим, станет основой будущего военно-политического блока Антанта, станет главным противовесом тройственному германскому союзу. У нас после Октябрьской революции слово Антанта станет ругательным, не без оснований с учетом интервенции, но тогда, на тот момент союз России и Франции, спрямкнувшей позже к ним Англией, будет, в общем, выдающимся внешнеполитическим достижением. Ну, почему Франция? Вы знаете, сейчас очень любят писать на эту тему, что это была колоссальная ошибка Александра Третьего, надо было дружить за Германией, надо было сближаться с Бисмарком, тогда бы не было Первой мировой войны. Это все, знаете, рассуждение от Лукауа, мы все сильны задним умом. На тот момент союз с Францией казался самым выгодным и самым естественным. Во-первых, Франция заинтересована в развитии успешного России, потому что мы должны Франции очень много денег. Франция основной инвестор российской промышленности, поэтому кровно своим франкам заинтересована в том, чтобы у России было все хорошо и чтобы она развивалась. Во-вторых, у нас с Францией нет общих границ, соответственно, нет даже никаких теоретически потенциальных конфликтов, которые есть всегда с Германией и с Австрией. В-третьих, Франция объективно на момент заключения Русско-Французского союза находится в перманентном конфликте с Англией из-за колонии и, естественно, в перманентном конфликте с Германией по причине Ильзаса, Лотарингия, последствия бесконечных франко-германских территориальных споров и конфликтов. Мы тоже с Англией в конфликте, у нас там большая игра еще не закончена в Средней Азии. Из Германии все не так просто, поэтому противник твоего противника твой объективный союзник. Надо сказать, что Александр Третий в этом отношении проявлял потрясающую толерантность. Он, хоть и император, но спокойно служил Марсельезу. Французский гимн снимал фуражку во время его исполнения. Подумайте, что он чувствовал. Как там в Марсельезе дрожить и подлые тираны. Ничего. В государственных интересах можно и потерпеть. Он посещал Францию. Русский флот посещал Францию, кстати сказать, подбирая кандидатуру командира эскадры для этого флота. Александр Третий приказал дать ему список контр-адмиралов, специально плохо говорящих по-французски, чтобы он там поменьше болтал и не наболтал чего-нибудь лишнего. В российской элите, в российской армии сохранялась такая высокомерная предвзятость по отношению к французам. Александр Третий это понимал и не хотел, чтобы возникли какие-то неприятные дипломатические осложнения. В Париже назвали мост в его честь, он и сейчас есть, мост Александра Третьего. Но при всем при том, с главными нашими соперниками, повторюсь, из Англии, из Германии, мы умудрялись сохранять спокойные мирные соглашения. Александр Третий вел гибкую политику, и дело до разрыва наших традиционных связей с Германией при нем не дошло. Это уже удел цепочки ошибок его наследника. В общем, как говорил император Вильгельм Германский, вспоминая Александра, вот это был действительно настоящий самодержавный император. Вообще известная фраза Горчакова «Россия сосредотачивается применимо к правлению Александра Третьего». По свидетельству его министра иностранных дел Николая Гирса, он тоже, кстати, не из русских, несмотря на показную русофильства, что не было никакой России для русских, была Россия для тех, кто любит Россию. Так вот, по свидетельству Гирса, взгляд государя-императора на внешнюю политику был прост и мудр. Я позволю себе процитировать. Кавычки открываются. «Надо дорожить прежде всего достоинством России и дорожить миром, а для этого избегать политики авантюр, как можно менее вмешиваться в чужие дела, чтобы не давать повода другим вмешиваться в наши. Стараться со всеми быть в хороших отношениях, уважать других, чтобы уважали нас». Что тут скажешь? «Золотые слова». Александр III мог позволить себе красивые фразы, мог позволить, находясь на рыбалке, в ответ на просьбу немедленно принять какого-то посла, заметить так через плечо, «Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать». Эти фразы разносились потом по обществу, но в действительности он был очень сдержанным и очень миролюбивым, осторожным государем. Потому что он был на войне, он знал, что это такое. В армии и флоте, несмотря на ставку военного министра реформатора Милютина, реформы продолжались. Армия при Александре III укрепилась небывало. На воду спускались современные броненосцы и бронированные крейсеры, самые лучшие на тот момент в мире. Создавались броненосные эскадры. Русский флот впервые в истории стал третьим помощи и по количеству современных кораблей после флота Англии и Франции, обойдя все остальные державы. Была проведена замечательная реформа военного образования. Появились современные офицерские училища, в полном смысле этого слова, где преподавали профессиональные военные педагоги. Были возвращены кадетские корпуса. При Александре II их сделали такими гимназиями военного образца. Но Александр III возвращает кадетские корпуса в военное ведомство и таким образом формируется полноценная трехступенчатая система военного образования. Кадетский корпус, Юнкерское училище, Академия Генерального штаба. Вообще, история наших кадетских корпусов, этого замечательнейшего примера учебных заведений по формированию подлинной национальной военной элиты, это отдельная и очень интересная история. Я рекомендую вам посмотреть, есть такая малоизвестная серия документальных фильмов Никита Сергеевича Михалкова, которая называется «Русские без России». Вот там есть отдельная серия, посвященная истории наших кадетских корпусов, а касавшихся после революции в эмиграции. Во Франции, в Югославии они продолжали там существовать, работать, учить, готовить русских по духу, патриотов, вплоть до Второй мировой войны. Смотреть эту серию без слез практически невозможно. Действительно, поразительные традиции, которые мы одномоментно потеряли и потом долго и мучительно восстанавливали уже через Суворовские училища и современную систему военного образования. Посмотрите, очень рекомендую, называется «Русские без России». Ну и, наконец, модернизация военной промышленности. При Александре Третьем появляется современнейшее вооружение, прекрасная полевая артиллерия, знаменитая «Трехдюймовка», легендарная винтовка Мосина, которая, по сути, с некоторыми модернизациями находилась на службе нашей армии вплоть до Второй мировой войны. Я как-то на стрельбах стрелял из этой винтовки Мосина пару лет назад. Но отдача, конечно, сильная по сравнению с современным оружием. Громко. Но что поразительно, я невеликий стрелок, скажу честно, совсем. Мишень поставили метрах в двух стах два футбольных поля. Практического прицела никакого нет. Ее и видно-то еле-еле, эту ростовую мишень. Ну, вот я так пах-пах, без всякой надежды, куда-то там в направлении. Вот. Ну, и из пяти выстрелов три в цель. Это у меня-то. Поразительной точности оружия, которому сто было с чем-то лет на тот момент. Не случайно поэтому наши снайперы так любили Мосинку еще в годы Великой Отечественной. Из числа еще любопытных вещей, а знаете, при Александре Третьем впервые разрешили дуэли военные в армии. Они были строжайше запрещены еще Петром Первым. Не значит, что их не было. Их было и много. Можем вспомнить с вами и капитанскую дочку с Петрушей Гриневым, и совсем невыдуманного Михаила Юрьевича Лермонтова, поручика, и сотни-сотни других примеров. И в общем-то, как бы государство не грозилось, наказание за дуэли в разные времена было не слишком жестоким, но тем не менее это все находилось под запретом. При Александре Третьем решили, что для восстановления подлинного офицерского духа, уважения, вежливости в обращении друг к другу этот институт дуэли можно разрешить, поставив его, правда, под контролем офицерских собраний. То есть, для того, чтобы дуэль состоялась, нужно, чтобы спор между офицерами касался только военных людей, разрешения, гражданские были запрещены. Спор между офицерами обсуждался на офицерском собрании. Если собрание офицеров решит, что этот спор действительно не имеет другого решения, оно могло выдать законное разрешение на дуэль. Все это описывается, кстати, у офицера императорской армии Александра Куприна в его повести поединок. Естественно, наши историки считают, и советские, и постсоветские, считают, что это решение было чудовищным средневековьем, мракобесием, очередной глупостью консерватора Александра. А вот я с этим не согласен. Вы знаете, дуэль это лучший способ воспитания вежливости. С одной стороны, умение следить за базаром, грубо выражаясь, и честь и благородство с другой стороны. Это самый лучший социальный тормоз. Ты 33 раза подумаешь, что сказать и что сделать, и публично, особенно, понимаешь, что за это можешь получить самый жестокий ответ. Мы ведь не знаем сейчас, какой был моральный дух в армии, в офицерской среде, когда это решение принималось. Может быть, Александр Третий был в этом отношении прав. Последнюю встречу в этом цикле мы посвятим Александру Третьему более как человеку, его личным привычкам, его образу мысли, его семье, его смерти и его наследию. И, наверное, ничто так не показывает нам Александра внешне и не говорит так много об его характере, как та военная форма, которую он утвердил в русской армии. Нас все императоры, все государи после Петра считали своим долгом обязательно поменять военную форму. Ну, это просто такая была мания, такой вот был обсэшн у них, надо что-то такое поменять. При этом, как показывает практика, чем консервативнее был император, тем у него была более удобная реформа, более удобная для солдат простых новая военная форма. Чем он был либеральнее и демократичнее, тем это была форма менее удобной и менее практичной. Александр Третий в этом отношении ввел, наверное, самую удобную и самую практичную форму для своего времени. Вот она здесь представлена. Почему она была такой замечательной и почему она так точно отражала характер нашего государя-миротворца, я вам, наверное, расскажу в следующий раз. Вам спасибо за внимание и любовь к русской истории. Пишите ваши пожелания, комментарии, задавайте вопросы. Все, на что успею, отвечу. До следующих встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова